Кубинский дог или же кубинский мастиф – это довольно редкая порода, которую сейчас практически невозможно встретить. Согласно источникам, доги считаются вымершими, лишь несколько чистокровных представителей остается по всему миру, однако их разведением не занимаются. Специалисты думают, что те собаки, оставшиеся в наши дни, уже не кубинские мастифы, а лишь далекая подобная копия от оригинала, а недалеки. Известно, что на возникновение породы повлияли староанглийские бульдоги, охотничьи собаки и староиспанские мастифы. Первые попытки создания кубинских догов были еще в 1550-х годах. На протяжении веков собак импортировали с разных континентов, перемещая на другие. Они переживали войны, исправно служа рабочей собакой. Со временем порода перестала интересовать людей, что и привело к ее утрате. К 20 веку их принято считать практически полностью исчезнувшими. Кубинский мастиф получил средний размер, который он исследовал от других догов и мастифов. Псы представляются очень сильными и крепкими, так как их тело обеспечивает хорошие физические данные и выносливость. Туловище мускулистые, а конечности крепкие и мощные, а хвост средней длины иногда может казаться даже коротким. Цилиндрический в обычном положении выгнут кверху. У представителей породы короткая морда, весьма широкая, она резко усекается. Псы имеют крупную голову, которая выглядит немного плоской, губы сильно отвисшие. Часто уши животного находятся в опущенном и висячем положении, имеют умеренный размер. Что касается волосяного покрова, то шерсть у кубинского дога прочная и плотная, а крас встречается разнообразный. Самый распространенный – это рыжий волчий. Исходя из стандартов, рост взрослого представителя породы не должен превышать отметку в 60 см, а вес – 50 кг. Кубинский дог или же мастиф – это рабочая собака, которая всегда отличалась независимостью и самостоятельностью. Существует мало источников, которые подтвердили бы темперамент породы. Однако все говорит об их смелости и отличных защитных качествах. Мастифы всегда делали упор на рабочее качество, поэтому они использовались для травли, охоты, защиты и охраны чего-либо. Нередко с такими крупными собаками возникали трудности в обучении, потому что они отстаивают свою доминирующую позицию и часто могут воротить нос, не выполняя команды и не слушаясь. В таком случае вы должны сохранить терпение и проявить стойкое положение, показывая животному свой авторитет и твердую руку. Важно дать псу понять, что главный здесь вы. Также важно знать, что кубинский дог не станет выполнять какое-либо задание, если не видит в этом собственного желания. С раннего возраста важно произвести социализацию. Что касается жизни с другими животными, то это может быть сложным. Псу тяжело ужиться с другими собаками, так как они очень отстаивают свою собственную территорию и положение. К кубинскому мастифу больше всего подходит просторный и огражденный двор, где собака будет свободно передвигаться и проявлять активность. Из-за таких габаритов породе нужно большое пространство, внимание и подвижный образ жизни. Вы должны заниматься с ней, так как доги – это не домашние любимцы, которые могут сидеть без дела. Необходимо следить за здоровьем питомца, выполняя комплекс процедур и должного ухода. Необходима профилактика инфекционных заболеваний, постоянный осмотр глаз и ушей, так как там может копиться пыль и другое. Когти стригут при необходимости. Шерсть вычесывают систематически, избавляя собак от омертвелого волоса. Купают при особом загрязнении, однако пса содержать в чистоте необходимо всегда. Считается, что их здоровье очень крепкое и стойкое, что способствует хорошей продолжительности жизни. Важно выбрать тип кормления, которого вы будете придерживаться на протяжении всей жизни собаки. Лучше всего кубинскому догу подойдут свежие натуральные продукты, где пёс найдёт все витамины и питательные вещества. Важно, чтобы в рационе присутствовало нежирное мясо и субпродукты, каши. Наличие овощей, фруктов и некоторых молочных изделий также важно, потому что все полезные продукты способствуют крепким костям животного и его здоровью. Избегайте копчёностей, сладостей и жирной продукции. Кубинский дог – это редчайшая порода, которую вы вряд ли найдёте в своём округе. Однако можно постараться и получить этого защитника в свою семью.